Уже начался дождик. Да, начался дождик. Мы только выехали на море и начался дождик. Но мы думаем, что до моря ехать далеко и там погода может быть совсем другая. И еще классно то, что с нами параллельно выехали со своей мамой Полина и Надя. И еще может даже Ева поедет. В общем, не скучно будет до Лиски. Полина к нам захотела сесть. К Алисе хочет. Полина! Полина, я знаю игру Амокас. Я видела там игра говорящая настоящая кролика Баффи. Это его имени. А потом она видела дела маленького котика, которого зовут Малыш. И это был черный котик Малыш. И от него лежал один труп. И от него лежал один труп. Баффи его не заметила. А потом она все-таки побежала отправить письмо. Она увидела, что Малыш успел поправить письмо. Да, Лис. Пора планшет где-то вообще прятать. Да надо ее подключить просто к детскому. Да надо заниматься вообще другими. Вообще в другую сторону ее мысли. А не сети Амонгаса и сиренеголовые и так далее. Чтобы она вообще забыла об этом, обо всем. Чуть-чуть пониже, чтобы Полине по плечу шло. Ручку высуни вверх, Полин. Да, вот так. Полина, у меня к ручке шарик привезли. Полина, у меня осталось всего лишь два шарика на день рождения, потому что другие девочки отпустили шарики в космос. У Полины улетел Роран и у Евро. Прямо в космос? У меня осталось только два шарика для день рождения. У Полины тоже будет день рождения в этом месяце. С какого же сняла? Где-то в конце месяца. После тебя уже. По-моему, 24-го. Мне будет шесть лет. Да, будет шесть лет. Опять станешь на год старше, Элис. А пока вам вместе по пять. Полина, мне уже пять год. Лет. И мне пять. Полина, мне уже пять лет, потому что у меня другие девчонки подарили подарки. А ты мне дарил подарки? Ой, Алиса, Алиса. Конечно, дарил. Ну, тебе же пять лет не потому, что тебе дарили подарки. А если бы не дарили, то что тебе не было бы пять лет? Да. Исполняется только, если надарят подарки. В такую погоду едем. Никогда бы не поверила, что в такую погоду поедем на пляж. Ну, там дальше небо чисто. Я же говорю, там будет, скорее всего, совсем противоположная погода. Мы когда-то отсюда выезжали, тут было солнечно, туда приехали, а там было плохо, ветрено и дождливо. Вот, поэтому я делаю выводы, что сейчас будет наоборот. Видишь, как хорошо, когда оба супруга права имеют. Села мама на машину и поехала на пляж. Да, прекрасно. Может, иди учись. Когда один имеет, тоже хорошо. Никогда не пьет муж, всегда трезвый. Я бы работать пошел, а ты бы ездила потом. Да? Тебе только это мешает? Вот это облако. Вот там вот мы выедем из этой грозы, когда доедем до того места, где заканчиваются тучи. Если оно за нами не будет. Ну, небо красивое, конечно. Вообще, такое красивое, хоть картины пиши. Вообще, таких туч не видела. Такие картины. Черную краску взял, намалевался. Черную, серую, белую. Что там красивого? Костя, тут 50 оттенков серого. Ну, реально, что не так? Алиса предлагает Миру назвать Чика. Потому что бабушка пристала, посмотрела видео, мое пристало. А что не Василиса? А что не Василиса? А Алиса говорит, мама, ну если ты не хочешь Василиса, то говорит, давай Чика ее назовем. А что, имя Мира тебе не нравится? Имя Мира мне, конечно, нравится. Но если ты хочешь имя Чика, Ну, ладно, пусть имя Ничика. Не, мне Мира нравится. Мира красива. Давайте пусть я Мира зовут. Уже же назвали. Ну, ты будешь ее звать Мира, а я Василий. И я тоже. О, Господи. Давай, и Катя будет. У нас, говорит, кошка с двойным именем. И посмотрим, да, что она будет откликаться. Слушайте, ну и гроза интересная. Выйдем ли мы из нее? Не, ну вот правда, я такого красивого неба еще не видела. Мне прям нравится. Пугающие оттенки. Просто эти тучи, как будто каждая на разной высоте. И они как-то так закручены еще. Очень красиво. Рисунками прям как горы. Пусть я говорит, что сейчас как начнется ураган, что страшно ему смотреть на это небо. Вот там вот как-то так интересно. Заехали в красоту. Ехали, ехали, уже выехали из этой всей грозы. Было небо чистое. А тут уже доезжаем и заезжаем, короче говоря, все-таки в грозу. Вот. Одна надежда, что на стоянке сейчас будет мало людей благодаря этому. О, смотри, сюда поворачиваешь, а тут небо чистое. Все, подъезжаем к Галле. На Галу сегодня. Так, у нас утро. Всем привет. Едем в поле дально. Это первое утро Миры дома. Зачем? Там место больше. А тут перекопано, помнишь? Ну и что? Так и обходить много. А там сразу. Тут помыться есть где. Мама, мы уже на Гавиле, почти уже доехали. Почти доехали, Заянка. Ну давай остановимся. Мама, мы уже на Гавиле, мы почти доехали. Да, Заянка? Не-не, на Гавиле, Заянка. Так, мы зашли в магазин. Алиса себе выбрала... Мама, смотри, какое Полине. Да, Полина выбрала себе такие палочки с шоколадом. А Алиса выбрала такое, что-то типа лед, даже не мороженое. Давай, сейчас Инге позвоним, и мячик мы купили. Вот такой. Посмотрите, какая доска! Подпишитесь на канал и ставьте лайк. Подпишитесь на канал и ставьте лайк. Наслушалась на других каналах. Короче, люди толпой с пляжа идут, а мы на пляж. Все, парик потерян. Ой, парик, Алисинка. Да. Ну все, улетел. Вон, у меня дома летел. И он летел. Молнии сверкают. Как-то так себе мы, конечно, выбрались. Костя где-то сразу же тут и устраивается, далеко не идет. Но люди покидают пляж. Мама, собираешься. Все уходят, потому что погода плохая. Не вовремя мы приехали, видишь? Если бы в этот момент мы, как и все остальные испанцы, развернулись и ушли из пляжа, мы бы не попали в эту кошмарную историю. Но мы же такие на позитиве. Да, сейчас дождик пойдет, пройдет, перестанет. У нас есть палатки, мы в них залезем. Нам даже зонтики не нужны. Все хорошо. Бабушка уже в купальнике, уже стоит возле воды, готова зайти. И тут мимо воды бежит, вернее, идет спасатель в специальной форме и всем запрещает. Говорит, ноу, 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 электрико. Электрико, это он, наверное, имел в виду, что молния может попасть в воду. В общем, бабушка только-только ногу собралась поставить в воду, а спасатель как раз шел мимо нее и сказал ноу-ноу. Но бабушка не стала заходить в воду, решила подождать. Но она была уверена, что она попозже зайдет тоже. Мы все были так уверены, что все нормально будет. Короче, идет человека, всех из воды выгоняет, свистит, что типа нельзя купаться из-за грозы. О, сери, покупались. Наверное, потому что если молния попадет в воду, то может быть поражение током. Летают самолеты и сверкают молнии. Это так стрёмно. И гром гремит. Девчонки спрятались. О, начинается дождь. Залезайте в палатки. А, дождь начинается. Инга, мама Полины и Надя, она вообще пошла машину перепарковывать, потому что она ее немножечко поставила в сомнительном месте, боялась, не увезут ли ее там, не оштрафуют ли. Она вообще ушла перепарковывать машину, мы с детьми остались. И вдруг резко начинается дождь. Дождь и небольшой ветер. И все испанцы начинают еще быстрее убегать с пляжа. Все, кто остался, они прямо бегут. Ну, а мы думаем, ну что, нам есть где укрыться в палатках. Они-то бегут, потому что у них нет зонтиков, ничего. На них дождь сверху капает. Хотя лето, жара, ну как бы, что тут такого страшного. Мы опять не обращаем на это все внимание. Мы остаемся себе. Я с Костей в одной палатке, дети с бабушкой в другой палатке. А говорили мне, зачем палатки ставить, Лена? Зачем? Чтобы попробовать разворачиваться и ехать. Вот зачем. Романтика. Романтика. Ну, опять-таки, Костя говорит, шутит. Говорит, ой, как там Инга, если она сейчас пошла в машину. Хоть бы она не была в дороге, осталась в машине пересидеть. А Инга мне присылает смс-ку, что Лена, посади детей под зонтик. Она, видимо, не знала, что у нас в палатке. Она ушла раньше, чем мы их расставили. Я думаю, да, я выйду, посмотрю, как там дети в палатке. Вышла палатка вообще закрыта. То есть они догадались вообще ее закрыть, чтобы ничего внутрь не попадало. Но они там с бабушкой. То есть там были бабушка Алиса, Надя и Полинка. А мы с Костей во второй палатке. И вот я возвращаюсь к Косте. И вдруг начинается град. И такой прям сильный штормовой ветер. Прямо очень сильный ветер. Он прижимал палатку нам к голове и по голове бил этим градом. Это было очень больно. И сколько я не пыталась вот так рукой оттянуть палатку, вот так рукой подержать, у меня не получалось. Настолько сильный был этот ветер. То есть он все равно прижимал палатку к моей голове. И я получала по затылку градом. Я стала просить Костю. Костя, помоги, подержи надо мной палатку. Потому что он над собой держал, у него получалось. У меня силы не хватало перебороть. Ураган этот. Костя, улетела. Мы видим, как уносят эту доску Алисину в воду. Доска улетела. Мы умеем попадать в неприятную. И тут у меня начинается мерцательная аритмия. Я не знаю, почему она у меня началась. Я вроде бы не особо переживала, не особо там боялась. Я дома выпила лекарства, которые уменьшают сердцебиение. Бесопролол, выпила свой корвелес, успокоительные капли. Я была подготовлена к тому, что мне не должно было стать плохо с сердцем. То ли повлияла вот эта вот погода. То ли то, что я физически старалась вот эту палатку держать. Какое-то может быть перенапряжение физическое. Не знаю, из-за чего зарядила эта мерцалка. И зарядила она так конкретно. Она не проходит и все. Мерцательная аритмия, она очень страшная. Это сердце просто вот так телепается по-всякому. Знаете, делает больше 200 ударов. Это не то же самое, что тахикардия, когда просто оно быстро бьется. Это не оно. Это просто была аритмия. Сердце просто дергалось во все стороны. И я не понимаю, что мне делать. Я посидела. Костя говорит, не нервничай. Я глубоко подышала. Я легла, полежала. Я сделала вот эту манипуляцию, которую говорят, надо делать при аритмиях, когда натуживаешь живот. Вот как при родах. Мне ничего не помогло. Она не проходит и все. Я говорю, Кость, выгляни из палатки, есть ли хоть один человек вокруг. Думаю, если звать на помощь, если там медики, скорая и так далее. Хотя, как ты позовешь, когда вокруг дождь, град, ветер, все свистит, все летит. Понимаете, там даже из палатки выйти сложно. В общем, Костя вышел, посмотрел. Пляж пустой. Стоят две наши палатки и все. Тупо никого. Даже тот спасатель, он убежал. И он где-то там, не знаю где, или вообще убежал с пляжа, или где-то в специальном домике. Ну, в общем, вообще никого на помощь, позвать никого нет. Ну, что, надо принимать какое-то решение, что делать. Инги нет, она у себя в машине. Бабушка с детьми заперты в палатке. И я с этой мерцательной аритмией. Я вылезаю из палатки и думаю, мне надо идти туда, где есть люди. Мне нужно идти. Пока я могу идти, пока я в сознании, пока со мной ничего не случилось, мне нужно дойти до людей. Мне нужно пойти туда, вперед, до дороги. Тут же я понимаю, что если я сейчас уйду, и вдруг Алиса там начнет нервничать, что где мама, потому что она очень сильно ко мне привязана, то тоже ничего хорошего из этого не будет. Надо брать с собой Алису. Но я понимаю, что у меня нет ни зонтика, ничего. Ну, короче, мне в этот момент вообще некогда было что-либо понимать. Это я секундами сообразила, что мне надо взять с собой Алису, потому что Алиса без меня не может. Я заглядываю в палатку к бабушке, говорю, Алиса, пошли со мной. Бабушка кричит, куда? Там же дождь, град. Я говорю, мама, мне плохо, у меня аритмия. Я говорю, у меня вообще нет выбора. Говорю, Алиса, пошли. Алиса босиком, я босиком. Я успела с себя тоже снять одежду. Я была в купальнике, я иду в одном купальнике. Алиска шла в одежде, но одежда моментально промокла. Град этот, короче, Алиска в кепке была. Ей хотя бы град по кепке попадал, а мне прямо по голове. Мы шли босиком, по щиколотке в воде. Мы дошли до дороги, где ездят машины, там тоже была вода. Кстати, это тоже меня пугало, потому что... Ну, я как-то однажды видела видео, где была разлита вода, тоже вот какое-то было наводнение даже, по-моему. И попала в неё молния или электрический провод, я не помню, там что-то оборвался. Но, в общем, все люди, кто стояли в этой воде, они от разряда тока погибли. И я думала, если сейчас молния шарахнет в эту воду, по которой мы идём, а мы шли по щиколотку, то тоже всё, что хочешь, может быть. Я старалась как можно быстрее дойти до места, где закончится эта вода. Алиске было страшно. Она просто шла, она плакала, она говорила, мне холодно, мне страшно. Я сначала тянула её за руку и старалась побыстрее идти. Потом я сообразила, что мне нужно успокоить ребёнка. Я к ней повернулась, наклонилась и говорю, не бойся. Говорю, ничего страшного нет, это просто дождик. Смотри, говорю, мы с тобой босиком идём по лужам. Ты же давно мечтала по лужам походить, радуйся. И это, кстати, помогло. Она как-то так даже начала в припрыжечку по лужам этим идти радостно. Но она вся дрожала, у неё аж губы посинели, и реально было холодно. И нам свистели люди, когда мы дошли до дороги, перешли дорогу, нам свистели люди. Испанцы, они стояли под... Вот так вот вдоль этих киосков, всяких домиков, где всё продаётся. Они стояли под козырьком, все вот так вот в длину. И все свистели, чтобы все бежали к ним, как бы. Мне было дико неудобно, что я в одном купальнике, как бы уже не на пляже. Вот, купальник раздельный. Но я пошла туда к ним вместе с Алисой. И только мы к ним подошли, они увидели, что Алиса вся трусится. Сразу же трое из них сняли из себя полотенце и дали Алиске. Я вообще была шокирована даже этим. Укутали её. И она всё равно трусилась. Даже в этих трёх полотенцах ей было холодно. Потом я догадалась снять с неё эти полотенца, снять мокрую одежду и надеть назад полотенце. Тогда ей стало уже немного теплее. Вот. И так мы с Алисой стояли. Из-за того, что я пошла, я как бы поменяла положение тела, у меня моя мерцалка прекратилась. То есть, когда я сидела в палатке, лежала, она не прекращалась. Когда я встала и пошла, она прекратилась, слава Богу. Но мне было нехорошо. У меня после вот этого приступа у меня кружилась голова. Причём она не сразу, довольно не сразу начала кружиться. То есть, я ещё с Алисой успела дойти до этих людей. И только потом я ощутила, что у меня прям так кружится голова, что я боюсь, что я сейчас, возможно, потеряю сознание даже. Но при этом сердце билось уже нормально. Немножко учащённо, но нормально. Я понимала, что это какой-то уже отголосок вот этого приступа. Вот это головокружение, наверное, длилось. Оно, кстати, довольно недолго. Тоже минуты три и прошло. То есть, я думала, что мне будет становиться, может быть, хуже. Нет. Нормально покружилась голова. Нормально. Вот. Постояли под этим козырьком. Подождали, пока град прошёл. Потом Костя там сложил все эти палатки. Всё. Открыл нам машину. Мы с Алисой зашли в машину и уже сидели в своей машине. Ой, в общем, пережили такое. Я с этой аритмией ещё, понимаете. Если бы только эта стихия, а то ещё аритмия. И, ну, я, конечно, думаю, что я правильно поступила, что я пошла туда, где есть люди, чтобы, если что, медпомощь мне могли оказать. Но реально мне было страшно в том плане, что вот я иду с ребёнком. Я всегда боюсь, когда я одна с ребёнком, и у меня вот это вот что-то плохо с сердцем. Вот эти аритмии. Я думаю, блин, а если я сейчас потеряю сознание, или там ещё что-то похуже случится, не заберёт ли кто-то себе моего ребёнка. Такие вот у меня страхи бывают. Я боюсь не самого этого приступа больше, а того, что, ну, вот куда денется ребёнок. Вдруг я очнусь в больнице и начну спрашивать, где мои бэйби, и никто не будет знать. Вот это вот у меня прям такой страх в эти моменты. Ну, у меня такое редко бывает. Мы обычно с Костей вместе, слава богу. А вот когда я одна с Алисой, и вот такое случается. Ну, это такой редкий случай и, конечно, кошмарное происшествие. В общем, друзья, мы попали в такую ситуацию, что еле дошли до своей машины, град огромный. У меня началась мерцательная аритмия прямо там, в палатке на пляже. Она не проходила. А то есть дома у меня бывает, ну, вот она начнётся, чуть-чуть побудет и проходит, а тут не проходит и не проходит. И ты понимаешь, даже никого на помощь не позовёшь. Мы выглянули из палатки, пляж просто пустой. То есть все убежали. Только наши две палатки стоят. Дети с бабушкой, они там закрылись вот так вот, заперлись и сидели. И я не знала, что мне делать. У меня вот это вот сердце, вот эта аритмия. И никого рядом нет. И вот это такая непогода. Я говорю, просто мне нужно идти куда-то туда, к людям, потому что, ну, плохо, реально плохо. Аритмия идёт. Мне может помощь понадобиться. Мне пришлось брать Алису за руку, рюкзак свой и идти по дороге. У меня, кстати, эта аритмия прошла. Я боюсь, что после этого происшествия у меня поломается фотоаппарат. Он сейчас весь мокрый, в песке. В общем, мы дошли с Алисой вот так вот до вот таких вот магазинчиков и встали, так как люди стоят там. Алиса вся тряслась, ей сразу три человека дали полотенца свои, укутали её, чтобы она согрелась. А вот они с ней там стояли. И на этом стекле тоже можно рисовать. Да, порисовать, обычный стекле. Я ещё, как только мы на пляже попали в эту ситуацию, заставила всех повыключать телефоны мобильные. Говорю, выключите, потому что молнии обычно попадают во включенные телефоны. А все повыключали. Ну, в общем, вот так. Я нарисовала на стекле вот это укрытие, чтобы все люди поняли, что уже укрытие и шли укрытие. Ага, они со стрелками указывают, куда прятаться людям. Страшно пройдёт газ. Противогаз зачем? Чтобы улететь молнии, чтобы не улетели в меня. Страшно приезжать от газа. Нет, зайска, молнии может предотвратить громоотвод, который на домах делают. На крыше такая штука называется громоотвод. А противогаз это когда какой-то газ, нечем дышать, что-то горит, например. Тогда надевают противогаз, чтобы дышать кислородом. Противогаз не пускает газ к тебе в носик, а пускает только кислород. Понятно? Принёс мне Костя телефон, который я оставила в палатке. Говорит, он просто плавал. Плавал, но он же был отключен, да? В мокром песке уже отключен. Он с него капало прям, да? И в песке весь был, и ничего включается. Костя говорит, у тебя какой-то неубиваемый телефон. Смотрите, мой телефон не то, что неубиваемый. У Кости пропал интернет, он не может воспользоваться картой. Я ему на моём включила, на моём всё нормально. Сказать маме, что Алисе было не страшно, это ничего не сказать. Ей было очень страшно идти. Она со мной шла вся перепуганная. И даже не кайфовала, что босиком по лужам идём. Мы же босиком шли. А там все дороги стали просто лужами. А я тут на дороге не упала. Да? Мы просто шли пощиковать. Конечно. Я же блогер. Как я могла не снять? Даже в такой ситуации.